Давайте помолимся, вы сидите спокойно. Чтобы мы опять поговорили немного о твоем пути, о том, как ты пробиваешься к человеку каждую секунду его жизни, о том, как ты хочешь быть с человеком каждую секунду твоей жизни, как ты не хочешь никого оставлять здесь, в этом мире, в бедственном положении, как ты хочешь открыть для нас совершенно иной мир, твой мир. Мир любви, мир сострадания, мир взаимопомощи, мир радости. Дай нам к этому миру прикоснуться, дай нам побыть с тобой, понять, что ты хочешь каждому из нас добра, каждому, независимо от того, кто он, сколько он жизни совершил, сколько он ошибался. Для тебя это не важно, для тебя важен этот самый каждый человек и его сердце, его душа, он сам, весь, целиком, без остатка, потому что мы твои дети. И ты хочешь, чтобы мы были более счастливы в этом мире, в котором живем, здесь и сейчас. Дай нам это почувствовать, Отец, Сын и Дух Святой во веки веков. Аминь. Итак, друзья, начнем с вами лекцию. Она называется у нас «Авраамы патриархи». В прошлом году тут еще было продолжение и начало спасения. И это действительно так. Я напоминаю вам, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Во-первых, мы закончили на истории Ноя. Мы вспомнили, что случилась катастрофа на земле, и часть человечества погибла в водах потопа. Но Бог заключает завет с Ноем, ставит знак этого завета радугу и говорит о том, что больше потопа на этой земле не будет. Мало того, он предлагает Ною пойти путем узнавания себя. Но, так как мы все грешные, иное не исключение. Его дети пошли своим собственным путем. И рассказ завершается тем, что на земле пытались построить даже башню до небес, чтобы в конце концов превысить всю славу этого самого Бога, который спас Ноя. Но у человечества это не получилось. Башня была разрушена. Люди перестали окончательно друг друга понимать. Возникает огромное количество различных направлений языческих религий. Вера в этого самого единого до того забыта, что практически нигде о нем не говорится. Но это не значит, что она исчезла. И в истории с Авраамом мы с вами об этом поговорим. Но, так скажем, в тот самый момент, о котором будем сегодня разговаривать, вера в единого, она не была популярна. Были популярны различные культы. Это очень похоже на наше с вами время. Очень похоже. Было огромное количество богов у разных народностей, у разных городов. При всем при этом... Слушай, можешь ли... Вот следующее. Вот этот путь, который прошел Авраам, отец его Фарра, здесь отмечены специально города, в которых они останавливались. Я немножко об этих городах сейчас расскажу, чтобы было понятно историческое время. Это очень важно. Потому что мы, как всегда, я вот смотрю по группам, когда разговариваю с людьми, пытаемся свое собственное время, 2021 год, перенести в те условия и попытаться как-то соотнести жизнь тех людей с нашей жизнью. И здесь много общих моментов, о которых мы будем с вами разговаривать, но и много совершенно разных условий жизни. И это нужно понимать. Во-первых, вот видите, здесь первый кружочек стоит на городе Ур. Замечательный город. Чем еще важно нам с вами говорить об Аврааме? Если мы говорили о Ное, если мы говорили о Авеле и Каине, если говорили мы об Адаме, это люди, о которых мы знаем, но нам трудно представить время, в котором они жили, условия этой жизни. Ну, потому что, скажем, каких-то вещественных доказательств того, что было при Адаме, их не осталось. Что было при Ное, их тоже не осталось. Слишком много времени прошло с той поры. А вот как раз время Авраама, оно уже ближе к нам, и здесь есть материальные свидетельства. Вот. И первое материальное свидетельство – это город Ур. Почему я так говорю о том, что этот город является тем свидетельством? Ну, потому что важно о нем поговорить. Вот смотрите. Вот в таком городе жил отец Авраама. Что собой представлял город Ур две тысячи лет и две с половиной тысячи лет до нашей эры? Это уже был развитый город. Это каменные здания. Это даже судебник был в этом городе, который определял, по каким законам будет жить житель такого города. Это шумер. Более-менее развитая цивилизация. Вот. Следующий. Вот разваленный. Это вот на переднем плане Зекурат. Это святилище города Ура. Соответственно, люди находились под защитой кое-какого закона. Понятно, что закон был в пользу небедных, в пользу богатых. Но все-таки стены этот закон этих людей защищал. И поэтому в то время, когда вокруг все было довольно-таки гораздо хуже, чем в этом городе, это было неплохое место для того, чтобы там жить. Понятно, там не было медицины, как сегодняшний. Но, представляете, человек в древнем мире живет все-таки в более-менее в развитом месте, где его защищает стража, где у него есть возможность обратиться к какому-то закону. Но, правда, есть один минус. В этом городе правит огромное количество богов. А вообще в древности, это тоже очень важный фактор, чтобы вы понимали, вот если есть город, если есть страна, то там будет обязательно какой-то пантеон богов. Неважно, кому они будут посвящены, но это обычно стандартные боги. Плодородие, торговля, войны и так далее. И считается, что для жителей этого города это самый лучший вариант вот тех самых богов. И мало того, на этой территории они этих жителей защищают. Почему это важно? Это будет важно в истории Савраама. Будет понятно, почему он боится так переходить от земли в землю, да, в другую. Потому что это встреча не только с жителями соседней земли, куда он идет, но и встреча с теми богами, которые правят той или иной территорией. Понятное дело, что это все могут быть выдумки человеческие, что все эти боги могут быть идолами. Но вы представите себе, что думает об этом человек, который в этой атмосфере живет. Он может об этом не догадываться, совершенно не знать, но бояться будет. Бояться будет. И на это обращать свое собственное внимание. Это очень важный фактор. Ну, так или иначе, вот у многих есть у нас какие-то суеверия, особенно у людей не церковных. Вы можете представить, там, перед экзаменом человек, там, особенно в советское время, надо было там под пятку пять копеек положить, там, переплюнуть три раза через левое плечо и так далее. Это сильный фактор, который действует на наши психические какие-то движения нашего собственного организма, и можно загнать себя в полный тупик. Тоже нужно учитывать. И нужно учитывать, что кроме этих городов, есть пустыня, в которой придется идти Аврааму. Кроме городов, в этой пустыне могут встретиться различные люди, недражелемно настроенные по отношению к тому, кто идет по этой дороге. В конце концов, это рай для разбойников. В конце концов, на этой территории могут отсутствовать оазисы. Вы же сами представляете, вот Урхалдейский, это Месопотамия, да? Дальше отец Авраама, можно следующий слайд, пожалуйста? Переходит в Харан. Это еще не Авраам, это его отец движется из Урхалдейского, из такого мини-государства в городе, он передвигается в другой развитый город, Харан, уже на территории Турции. Преодолевает определенное расстояние. Поселяется в этом городе. Харан также на тот момент, это примерно 2000 лет назад до нашей эры, очень развитый город. Во-первых, через него идут торговые пути. Во-вторых, опять же, имеется защита в виде стен, защита в виде стражи, и кое-какая судебная система. В общем, в ней, в этом городе можно жить, под защитой того, что вокруг тебя происходит. Но, опять, это совсем другая атмосфера, совсем другие боги. И вот в то время, как ни странно, толерантные отношения были очень развиты. Никто не был против, если бы ты приходил в такой город со своим пантеоном богов. Но они должны, этот пантеон, остаться только рядом с тобой. Ты не должен никого посвящать свою собственную веру, но находиться под защитой тех богов, которые приняты на данной территории. И это было совершенно нормально. И очень похоже на наш собственный мир, который требует какой-то толерантности к друг другу. И это будет даже в Римской империи. Скажем, христиан, когда случились гонения, первое время вообще не гнали до гонений, потому что в Риме все древние боги почитались. И, скажем, иудейский бог Всевышний, он считался нормальным в пантеоне богов, принятых на территории Иудеи. Но вместе с тем, те же самые римляне требовали такого же отношения, скажем, к Зевсу. Если человек переезжал из Иудеи в Рим, то он должен был относиться толерантно, то есть спокойным образом и к тому, кто правил в пантеоне богов здесь, на римской территории. Но если в Риме не трогали людей древних религий, сказали, если ты не уважаешь, то хотя бы и не порицай нас за то, что мы верим в своих собственных богов, то Месопотамии на территории бывшей Турции, на территории Ханаана можно было столкнуться с тем, что тебе бы прямо предложили либо ты исповедуешь нашу веру, либо, собственно, покидая нашу территорию. Это было нормальным явлением для древнего человека. И культ единого, вот того, кто обратился к Авраму, он был. Вот в истории там будет встреча Аврама с Милхиседеком, священником как раз Всевышнего. Это будет единственная встреча, но эта встреча говорит о том, что там, там все-таки помнили того бога, который открылся Ною. Но, как я говорю, один замечательный библейский историк на Западе, он считает о том, что к тому времени, когда родился Аврам, вера в того единого была совсем не популярна. Ну, потому что он был непонятен, его никто не знал. Это тоже очень важный фактор. Всем были понятны их собственные боги. Ну, они были прописаны, скажем, если бог отвечает за торговлю, то он себя вот так ведет. Это часто была проекция человеческая, вот какой-то человеческий образ. Ну, было неважно. Это понятно. Я приношу жертву, он мне позволяет торговать на данной территории и еще какие-то благодеяния мне дает. Это было человеку понятно. Тот, кто когда-то открылся Ною в таких условиях, когда случился потоп, он был совершенно непонятен. К тому же, и, думаю, для многих, и представлял опасность, потому что было непонятно вообще, почему этот потоп произошел. А истории, они сохранялись. Если мы посмотрим шумерские эпосы, там вот древневосточные эпосы, там тоже есть кое-какие сведения, что была какая-то катастрофа, в которой погибло огромное количество людей. Ну, и поэтому люди постарались забыть то имя, которое приносило им какие-то такие внутренние страдания из-за того, что они не понимали, почему это произошло. И история Авраама, собственно, начинается вот отсюда, с Харана. Отец, ну, неграция всегда была. Ур-Халдейский, крупный город, соответственно, там огромное количество людей. Племя Авраама, а это именно племя. И отец Авраама, Фарра, и сам Авраам, они вожди. И причем племя, тоже очень важно понять, оно не маленькое. Когда случится беда с его племянником, мы об этом тоже поговорим, Авраам смог собрать и вооружить 318 воинов. Представляете? Вот 318 воинов, молодых, более-менее, которые умели сражаться, умели держать меч в руках и были способны на это. То есть еще были старики, еще были дети, еще были женщины, еще были какие-нибудь родственники и так далее. Можно представить, что там было тысяча, а может даже полторы тысячи человек, за которые тот самый Авраам и его отец Фара отвечали. И почему это очень важно понять? Вообще для древнего человека всю ответственность за его род, за его клан нес вождь. Абсолютно всю ответственность. Вот что вождь сделает, соответственно страдают все. Очень важная мысль для древнего. Не было так, что а вот там это отдельно, это отдельно, вот этот человек отдельно, он мыслит по-другому, у нас демократия. Забудьте. Нет. Была клановая система, мощный вождь, который отвечает за все. Перечь ему ни в коем случае нельзя, потому что все быстро закончится. И соответственно, его принятое решение, это будет твоя собственная жизнь. Иначе никак. Иначе никак. И то, что принимает этот вождь, сказывается на всех людях. И вся ответственность этого вождя тоже на всех людях сказывается. То есть, если он будет поступать неправильно, эта неправедность перенесется на его клан. Это представление тех людей. Потом, надо еще понять, что это время, когда о любви мало говорили. Вообще, о любви можно было совсем не говорить, потому что, скажем, было нормальным способом решать проблемы между племенами при помощи вендетты, кровной мести. При всем, притом, братцы и друзья и сестры, вендетта, она была очень кровавая. Это не то, что я убил кого-то, и у меня убили кого-то. Такого не было. Чтобы обезопасить себя в случае гибели, скажем, члена моего клана, там, да, тот, кто убил вот этого человека, должен был уничтожить весь мой клан. Потому что, если хоть один останется мститель, он вырастет, соберет людей и меня, соответственно, прикончит. Хороший я, плохой я или моих детей, но он отомстит, потому что другие не поймут. Вот иногда в исторических фильмах это хорошо показано. Не и уничтожали, обычно всех, оставляли только женщин и девочек, а мальчиков и всех тех, кто мог стать воином, всех убивали от мала до велика. Лишь ради того, чтобы не остался ни один кровник. Ни один. Это было жесточайшее время. И поэтому в этих городах более-менее было ну, свободно жить, чувствовать себя защищенным, хотя бы какая-то судебная система существовала. И поэтому наши какие-то гуманистические подходы там не действовали. Вот мы об этом с вами тоже столкнемся много раз, когда будем читать Ветхий Завет. Это в следующей, на следующей лекции мы будем говорить о том, что появляется Моисей, ему будет дана другая судебная система от Бога, где будет сказано око за око и зуб за зуб. То есть будет сказано взяли око, возьми око, взяли зуб, возьми зуб. Не всех ты убивай. Не мсти. Только вот одно око, один зуб. А сейчас об этом ничего не говорится. Ну, в каком-то смысле вот наши Кавказские республики, они похожи. Вот. Я вчера передачу замечательную с одним человеком смотрел, как они во время военных действий в Чечне обычно организовывали перевозки всяких горюче-смазочных материалов. он говорит, обычно мы договаривались с каким-либо чеченцем, который садился в машину и скорее всего по этой машине никто не будет стрелять, потому что если он убьет этого чеченца, то соответственно получит на свою голову проблему. Вот таким образом. даже сейчас такая система действует, я думаю, действует не только в Чечне, но и во многих странах. Другое дело, что может быть не в таких масштабах, а тогда было это нормально. К тому же еще один есть минус, который существовал, ну, а для тех людей иногда это был плюс. В этих городах и в этих племенах иногда приносили в жертву людей. Скажем, при раскопках Ура Халдейского было найдено 74 трупа человека, которых явно принесли ритуально, да, вот, ритуальных их целей. Зачем непонятно? В каком случае тоже непонятно? В Ханаане, в который идет, будет идти Авраам, там вообще кровожадные боги и часто приносили младенцев для того, чтобы умилостивить тех самых богов. И это было нормальным для тех людей. Вот помните советский фильм Даки, я обычно его вспоминаю, а это уже новозаветное время, когда римская армия идет атаковать вот это самое племя, и надо выбрать вождю племени Даков достойного человека, который пойдет поговорить с богами для того, чтобы их племя было защищено от торжения Рима. И это было честь, для нас кажется это кощунственно, но вспомним какие-то исторические моменты, скажем, какому-нибудь викингу лучше попасть в Алхаллу, чем, скажем, в какой-нибудь греческий ад, где он будет как тень ходить и общаться с другими тенями. Ну, вот такое было мировоззрение. Понятно, что это страшно, но в это верили. И для многих это было нормальным явлением. Тоже очень важное такое замечание, потому что будем говорить об сыне Авраама Исааки. Ну, вот я вам немножко рассказал о том, о той исторической ситуации, которая была. Теперь приступим соответственно к тому самому Аврааму, вождю племени после его смерти. После смерти отца к нему был голос. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвелючи имя твое, и будешь ты благословение. Я благословлю благословлящих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Вот история начала пути Авраама. Ему было 75 лет, ну, он прожил около 170 лет, приблизительно будем считать, что по нынешним меркам ему около 40, 40-45 лет. Вот, у него нет наследников. Абсолютно нет наследников, а это всегда считалось в древнем мире проклятие Божие. Потому что древний человек мыслил продолжение своей собственной жизни, своей собственной рода, вот в том самом наследстве, в виде наследников мужеского пола, которые в конце концов потом будут вести тот народ, который идет за этим основателем вот этого народа, вперед в будущее. Это было важно, это было важно и во времена Иисуса. Помните историю, все наши истории, чудесного появления детей у Иакима и Анны, скажем, и так далее, когда, ну, это проклятие, да, непонятно, почему нет у меня, у меня есть семья, нет детей. Считалось, что это Бог меня не благословляет от того, что во мне есть какой-то тяжелый грех. И обычно люди страдали от этого. Понятно, что это никак не связано, это может связано с физиологическими процессами, это может быть связано со многими вещами, но древний человек так мыслил, он в этом жил, для него это была огромная трагедия. Это трагедия для многих семей сегодня, а тогда, когда ты мыслишь, что вот у тебя будут дети и в детях останется какая-то часть твоя, ну это совсем трагедия, потому что после себя ничего не оставляешь. И тем более часто для женщин отсутствие детей это еще и трагедия в том, что если случится что-то с мужем, простите меня, кто будет ее содержать? Вдовицы очень страдали по тем временам, не было никаких социальных законов, и поэтому остаться одной в том мире это равно гибели. В буквальном слове есть и найдется какой благодетель, но это была редкость. Обычно такой человек очень страдал, то есть здесь много факторов действовало. Потом как слышит Авраам, что с ним разговаривает Бог? Это мы с вами не знаем. Мы знаем истории библейские о том, что Бог может разговаривать с человеком из горящего куста, это Моисей. Бог может говорить с человеком в каких-то видениях, Бог может говорить с человеком во сне, Бог может говорить с человеком в каком-то трансе, и так далее. Здесь много вариантов. Что сказал и как убедил этот Бог, который открывается Аврааму, самого Авраама мы не знаем. но в праведность всегда Аврааму ставится не то, что он был праведен грубо говоря по каким-то своим делам телесным и так далее. Это будет неправда. Мы увидим Авраама как человека похожего на нас. В праведность ему будет сказано то, что он рискнул и пошел за этим самым неизвестным Богом. Это тоже очень важный момент для каждого из нас, если мы веруем. Потому что вера не предлагает никому из нас гарантии. Абсолютно. Наоборот, бывают случаи, когда человек жил-жил в мире, пришел ко Христу и у него случилась какая-то беда, еще что-то, он думает за что ему, зачем ему и так далее. Это никак не связано с тем, что он приходит к вере. Это бывает связано с тем, что он живет в этом греховном Бог может предложить такому человеку быть рядом с этим человеком. Каждую секунду его жизни и попытаться вытаскивать его из тех передряг, в которые этот человек попадает. Мы с вами об этом тоже увидим на примере этого самого рамы. Вообще вот эти библейские истории Ветхого Завета мне очень близки, потому что в Новом Завете не так прописаны люди. Прописан Христос, прописаны кое-как его ученики, и то мало. Апостол Павел очень сильно прописал все свои события собственной жизни. И совершенно не видно, а как жил такой человек. И можем только предполагать, и потом иногда бывает, что планка для человека, который пришел в церковь, только что он начинает сразу обращаться к Новому Завету и понимает, ну, где, грубо говоря, ученики Христовы, а где я? И это бывает такой преградой для человека. И поэтому важно знать вообще историю возникновения нас с вами, историю пути Бога и человека, чтобы понять, что для Бога важны все. Где бы они ни находились, какие бы они ни были, он будет разговаривать с каждым, если человек этого захочет. И Авраам прекрасный этому пример. Вот. Почему? Давайте посмотрим. Вот Авраам услышал Бога. И есть еще один человек, племянник Авраама. Да, можно остановиться. Лот. Слова Бога к Лоту не было. Лот может выбирать свой путь сам. Слово было к Аврааму, но по каким-то причинам он решил разделить участь своего дяди. По каким не знаю, возможно было выгодно. Возможно было выгодно. Но Лот сыграет тоже свою историю, и это прекрасный рассказ о нем, он важен тоже в понимании того, как действует в этом мире Бог. Потому что с нами может так произойти абсолютно, как с тем Лотом и как с тем Авраамом. Но об этом тоже немножко позже поговорим. И вот это благословение. Представляете, человек, у которого еще нет потомства, есть люди, родственники, люди, рабы, прибившиеся, еще кто-то. Вот их много, да? Ну, нет твоих собственных детей, нет тех, на кого ты свое дело собственное оставишь. Ему говорят, иди за мной, и ты это получишь. Вот Бог нашел подход к Аврааму. Бог действует в этом случае, как того хочет человек. Он толкает Авраама в путь, а Авраам рискует, потому что, ну, мечта может исполниться, в конце концов, все разрешится. Он идет неизведанное, он идет в Ханаан. А Ханаан это место на территории Палестины, на территории Сирии сегодняшней, на территории Иордана, где жили вот эти ханаанские племена, еще много других племен, там было огромное количество городов, и, в общем, жители данной местности, они не отличались дружелюбностью, да, известно, что на той территории там пантеон богов был самый кровожадный. Римляне даже, римляне, да, с их пантеоном, они ужасались того, тому, что происходило на территории Палестины во времена того самого Ханаана. Но он все-таки идет, ему обещают, он идет, в конце концов, там есть огромное количество пастбищ, где могут эти кочевники остановиться, и можно прокормить не только скот, но и тех людей, которые рядом с тобой находятся. Вот он смотрит, дошел до Ханаана и смотрит на пирамиды. Почему? Потому что все начинается не так, как думает Авраам. Следующий мой слайд. А почему? Вот, потому что когда Авраам оказывается на территории Ханаана, он решился, туда пришел, и вроде как бы завет должен исполняться, случается голод на этой самой земле. Да? Вот Бог, тот, который ему открылся, кто и обещает, привел его в землю, где будет голод. Тоже очень важный момент. Вот обещано, а что, через что придется пройти этому человеку, и с чем остаться, это для нашего с вами размышления. Сейчас мы этим коснемся. И вот случается замечательная встреча, я специально вот эту икону сюда вставил, вот встреча Авраама, этого самого Мелхиседека, который благословляет Авраама. Мелхиседек как раз был тем самым священником Всевышнего. Мы мало о нем знаем, но в текстах литургийных текстах службы на утренне часто вот этот самый Мелхиседек присутствует как тот, кто соответственно благословляет Авраама на его жизнь в той самой земле. Следующий слайд. И вот я немножко здесь остановлюсь, потому что здесь Авраам и Сара уже такие старички, но это понятно по нынешним временам, мы об этом тоже с вами поговорим. Вернусь к тому, что ему приходится из того самого Ханаана, в который его привел Бог, уходить в Египет. Что такое Египет для древнего мира где-то 2000 лет назад? Это супердержава. Если там был Урх Алдейский со своей судебной системой Ханаан, со своими торговыми путями и городами, Харан такой же с торговыми путями и городами, то Египет это, ну я не знаю, что можно сравнить, ну скажем, как Китай или там Соединенные Штаты для сегодняшней России. Ну потому что там уже было развито гораздо больше всего. Там была регулярная армия, там была судебная система, там было прописано все, там много что было. И часто люди там были закрома Родины по советской системе, я скажу, потому что в голодные годы уже сохраняли для людей продукты, которые хранятся, чтобы в голодные годы прокормить тех жителей, живущих, находящихся на той самой территории под контрольной Египетной. Это совсем другой мир, и часто кочевые племена, чтобы спасти своих людей, они переходили в Египет для того, чтобы на какое-то время прокормиться там, а потом вернуться в те самые земли, из которых они вышли. И вот тут случается первая такая история, которая нам рассказывает об Аврааме. Какой он был человек. Если кто читал, то он должен помнить, что когда Авраам переступил границу Египта, он столкнулся с фраоном. А тому самому фраону понравилась его собственная жена. Здесь они уже старенькие, но все-таки будем предполагать, что на тот момент, когда они туда перешли, это 75 лет было Аврааму, жена немного помоложе, чем он, 40-45 лет, но она была прекрасным видом, нам библейское повествование говорит, ну понравилась она, фраон, что сделаешь. И положение женщины в том мире, это не положение женщины в нашем мире, поэтому часто так легко мужья относились к женам, ну можно сказать о том, что любой человек, кто захотел развестись собственной женой, мог соответственно эту жену просто послать, сказав, ты мне не нравишься, но влияние жен на мужей было также огромное, мы увидим тоже в истории с Авраамом, огромное, они творили, то есть сестры вытворили и тогда историю, как творите историю сейчас. Авраам поступает как человек, который боится, вот он пришел на чужую территорию, там свои собственные боги, территория супердержавы по тем временам, там еще к тому же этот фараон с его войском, с его людьми, что он может сделать с тем самым Авраамом, сегодня бы любой верующий сказал, Авраам должен был довериться Богу, помолиться, там еще еще что-то сделать, и в конце концов Бог выявил его из ситуации такой, а вот здесь получается совершенно наоборот, вот здесь такой пример, когда человек, которому Бог открывается, человек, который идет за этим словом, забоялся, засомневался, он уже не слышит этого Бога, он боится последствий того, что он оказался в такой ситуации, и Бог начинает говорить не с с этим человеком, потому что этот человек его совершенно не слышит, а с тем, кто этому человеку как бы создает проблемы с фараоном, а фараон оказался не такой уж плохой, Авраам о нем думает плохо, и слышит Бога, это тоже такая какая-то очень важная ситуация для каждого из нас, что не надо думать, что Бог не ищет путей к нам. Сколько раз в моей жизни было ситуации, когда я совершенно ничего не слышал, выходил из себя, и появлялся какой-то человек, который спасал мою собственную жизнь. Один такой случай произошел после визита к одному архиерею, когда архиерея мне разделала пух и прах, и я возвращался уже в храм, забыл пути до этого храма, забыл, какая станция метро здесь находится, это был для меня огромный стресс, и меня спас из этой ситуации, потому что я переходил из вагона в вагон в метро, спас из этой ситуации бездомный, с которым я здесь в этом храме конфликтовал. Последний раз, когда мы с ним встречались, мы его вывели из этого храма, потому что он тут вел нехороший образ жизни. И я нахожусь на платформе и встречаю, вижу человека, который с огромной улыбкой бежит ко мне, в его глазах восторг, что он меня там увидел, я узнаю в нем этого самого бездомного, когда он меня обнял, сказал, как я рад тебя видеть, все вернулось на круги своя. Я понял, что все-таки в этом мире я Богу как-то нужен. И тут такая же ситуация абсолютно. Авраам не понимает, Бог его спасает через через того человека, о котором Авраам думает плохо. И в результате того, что Бог говорит с фараоном, они приобретают гораздо больше имущества, возвращается тот самый Ханаан, куда соответственно Бог вел этого самого Авраама и начинают потихоньку жить на тех пастбищах. Можно следующим? Вот. Так. Так, здесь остановимся пока. Но начинаются уже проблемы у Авраама с его собственным племянником. Как я вам уже говорил, Лоту откровения идти с Авраамом не было. Абсолютно никакого откровения идти с Авраамом Лоту не было. Он решает это сделать сам. По своим каким-то внутренним мотивам. Мы о них ничего не знаем. И как часто бывает, когда все-таки два довольно-таки сильных человека вместе находятся, могут возникать конфликты. Когда два хозяйства вместе находятся, могут возникать конфликты. И это происходит в данной ситуации, что пастухи Лота с пастухами Авраама, они начинают конфликтовать. И Авраам понимает, он не хочет портить отношения со своим племянником. Он отлично понимает, если они задерживаются вместе, то, соответственно, из этой ситуации не получится ничего хорошего. Вот тоже какой-то такой пример, что иногда может быть лучше сделать шаг друг от друга в сторону, но при этом остаться друзьями. И вот эта будет фраза замечательная произнесена Авраамом, если ты пойдешь направо, я пойду налево, если я пойду налево, ты иди направо. Но здесь очень важный фактор, что выбирает Авраам и что выбирает Лот. Авраам выбирает местность не под защитой городов, он выбирает свободную жизнь кочевника, соответственно эта жизнь будет подвергаться огромным опасностям, потому что в любой момент могут на тебя напасть, и ты должен своими силами отбиваться от этого нападения. Лот же как человек такой с предпринимательской жилкой, он видит, что есть города, Содом и Гоморра, вот, это оазис, города, в которых есть стены, в которых есть своя собственная судебная система, вообще, конечно же, мы часто вспоминаем о Содоме и Гоморе, когда идет разговор о противоестественном грехе. Но вот Библия, Библия как раз, она не останавливается только на этом. И особенно библейские исследователи из, скажем, иудейской традиции, они говорят, что вот этот самый противоестественный грех для Содома и Гоморра не был основным абсолютно. Не был основным. Это вот, он популярен в нашем мире, и об этом как бы мы постоянно говорим. Там было собственных грехов этих городов огромное количество. Это коррупция, это нарушение закона гостеприимства, это сплошное воровство, ну и так далее. Обычные грехи стандартного государства, вот, но перешедшие края уже. И в таком городе, в принципе, жить-то можно. И вот Лот, зная об этом, он идет в такой город. При всей, может быть, своей праведности, он понимает, что он в этой ситуации сможет выжить. А самое главное, там будет момент, когда его родственники из этого города выходить не захотят. То есть жить-то там можно, только вот по таким законам. По законам, которым часто живет любое государство, и наше с вами государство иногда бывает по таким законам живет, и иногда тоже. Вот, а для Бога это уже какой-то нонсенс. и обращать и выделять один грех среди других тоже неправильно совершенно, потому что если вспомнить апостола Павла, который говорит о том, там, скажем, мужеложество и так далее, оно стоит в ряду, там есть пьянство, биться. Для России, скажем, пьянство, это не такая уж большая трагедия, многие считают. Но это стоит в одном ряду вот с этим самым мужеловством. Вравство и так далее, понимаете? Бог говорит о том, что жизнь самого человека, она стала такой, и там уже какой грех над другим превалирует, неважно. Важно, что человек не хочет по-человечески жить, а живет по каким-то собственным внутренним законам. Но Лот выбирает это место, потому что ему кажется, что он там будет в безопасности и ошибается. И как важно тут понять, что у человека, который неплохой, Лот сам по себе неплохой, оказывается, человек рядом, друг и дядя, который все-таки следует за Богом. Это Авраам. Потому что случается первое, что происходит, это нападение на те самые города других царей других городов, и Лоту берут в плен. Вот он начинает этот путь идёт в то место, сам выбирает свой путь, никто его не заставляет идти туда. Вот это тоже важно, когда мы рассуждаем о том, почему у нас происходят те или иные события. Часто мы забываем, что от нас тоже много зависит. А не выбираю ли я сам быть там, где лучше не быть? Что в этом месте может с тобой случиться всё, что угодно, потому что там Божьих законов мало, там есть какие угодно законы, и там могут предать, обокрасть, посмеяться над тобой. Это тоже очень важный момент, но я выбираю это место сам, как выбрал это место Лот. И Аврааму приходится спасать Лота, и он спасает его. Но после этого тот самый Лот не каких-то выводов для себя не делает, он остаётся там же, и соответственно история с Лотом продолжается. И вот тут есть важный момент, после того, как было возвращено имущество Лоту, после того, как в общем-то Авраам вернулся к себе на свое собственное пастбище, случается явление Бога вот тому самому Аврааму. И здесь очень важный момент. Как является Бог Аврааму? Вообще, конечно, у Авраама огромное терпение. Почему? Потому что, ну, если бы, представьте, в нашей ситуации, там, да, Богоявление было частым делом. Там, вот, сегодня я встретил Бога, он мне что-то сказал, потом завтра встретил, что-то сказал, я понимаю, что у меня есть Богообщение. А тут такая ситуация, что, в общем-то, Бог тебе открылся где-то в Харане, потом ты идешь, там, да, в Ханаан, случается голод, ты приходишь в Египет, ну, там он открылся, но не тебе, а фараону открылся, и через это ты возвращаешься опять же в Ханаан, и оказываешься в довольно-таки сложной ситуации, и еще раз открывается тебе Бог. А вот между ними проходит огромное количество времени, и остаться верным этому Богу, не забыть то, что он тебя благословлял, это очень трудное дело. Понимаете, Авраам тоже живет в таком неведении, а что дальше произойдет? В каких-то своих собственных сомнениях. Почему я об этом говорю? Потому что мы сейчас увидим историю с его собственной женой, как действуют сомнения на самого Авраама. Но подождите, немножко остановимся на том, как является Бог Аврааму. Вот. Он, соответственно, делает жертвенник, разрубает жертвенных животных пополам. Вот как раз Авраам спрашивает, да, Бога, да, Авраам поверил Господу, и он именил ему это в праведность, сказал ему, я Господь, который вывел тебя из ура халдейского, чтобы дать тебе землю с его владения. И Авраам в своих сомнениях, он спрашивает, Владыка, Господи, ну, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Ну, почему? Это нормальный вопрос для любого человека. И Господь предлагает ему сотворить жертвенник и трапезу совершить, да. И вот при захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И вот из этого, представляете, из ужаса и мрака великого, Господь говорит Аврааму, знаешь, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Ну, и так далее повторяется вот это благословение. И здесь очень важный момент вот этого мрака и ужаса. Вот представьте себе, что мы ложимся спать, и вдруг какой-то мрак и ужас на нас нападает, из этого мрака и ужас кто-то нам будет говорить. Что мы подумаем? Подумайте, явление Бога это будет или явление кого-то другого? Ну, вот, знаете, есть у подвижника 7 века Исаака Сирина, палестинского тоже монаха, мысль о том, что вот в том самом Царстве Небесном не будет никаких различий между, грубо говоря, епископом, диаконом, мирянином, там не будет иерархической лестнице. Никакой не будет иерархической лестнице, уж потом, когда-то через много веков возникает мысль, что и там будут отличаться друг от друга люди, но говорит Исаак Сирин о том, что единственным, чем будут эти люди отличаться, это восприимчивость той благодати, которую будет этим людям Бог давать. Потому что, если ты здесь свое сердце открыл для Бога и творил дела Божьи и в этом мире, соответственно, чем больше твое сердце открыто, тем больше благодати будет получено тобой Царство Небесное. Так и здесь Авраам еще не может воспринять Бога как Свет. Не может. Мысль другого епископа, Григория Низского, который говорил о том, что все наши грехи будут попалены Богом, когда мы войдем в Царство Небесное. То, что от нас останется, может быть, останется только младенец. Потому что ничего худого и плохого, как говорит Иоанн Богослов, в Царство Небесное войти не может. Да, личность останется, но какая это будет личность? Личность взрослого человека и личность младенца. Это тоже очень важно понять, что на самом деле на этой земле очень важно нам творить добрые дела, важно нам идти за в этих делах, не оставаться равнодушными. Потому что в конце концов все мы люди состоим из чувств, эти чувства нам важны из памяти, эта память нам важна, из дел каких-то, которые нам важны, это все делает нас людьми, такие, какие мы есть. И это важно, чтобы это все вошло в Царство Небесное, ничего не пропало, чтобы мы об этом помнили, жили, мечтали. Конечно, будет огромная Божья благодать, но и нам важно идти за Богом. Вот Авраам в своем состоянии, несмотря на то, что вот он поверил Богу, он такой, он еще не может воспринять свет. Потом будут уже такие моменты, когда Господь будет предупреждать людей, что надо закрывать, Моисея будет предупреждать, чтобы Моисея не смотрел на него, закрывал лицо свое. Вот, и люди будут говорить, что нельзя увидеть Бога живого и остаться живых. И это тоже об этом, потому что часто свет, который ты не можешь воспринимать, будет видеться как тьма. Но вместе с тем, это просто Бог даже в таком состоянии, в котором человек находится, пытается с человеком договориться. Это тоже очень важный момент. Авраам может не в самом лучшем состоянии находится, духовном, а Бог с ним разговаривает. Это когда мы думаем, что о чем мы молимся, бессмысленные занятия. Нет, Бог говорит с тобой, будет и в таком состоянии. И вот уже в дальнейшем начинается разговор о том, что Бог благословляет Авраама, чтобы у него было большое потомство. Но вмешивается другой человек, который решает понять Бога по-своему. И это женщина, это его собственная жена. Замечательно, прекрасная Сара говорит Аврааму, может, ты чего-то не понял в своих разговорах с тем Богом. Может, тебе надо что-то сделать в конце концов для того, чтобы у тебя появилось потомство. Вот такой человеческий подход. Бог не отвечает, Бог не дает, ну, надо этого Бога немножко подрегулировать своими собственными силами. И Авраам на это соглашается. Вот эта история, когда она, жена, предлагает Аврааму служанку, это вообще для древнего мира нормальная ситуация. Вот сегодняшняя ситуация с суррогатным материнством, которая ненормальная, конечно, потому что рождается ребенок и отдается другим людям, а так важно, когда все-таки ребенок общается с мамой, когда внутриутробное развитие происходит, потому что потом огромное количество травм появляется такого человека, и Русская Православная Церковь как раз против суррогатного материнства, но вместе с тем в древности тоже такое практиковалось, когда кто-то рожал, ребенка отдавали на руки другому человеку, и он был соответственно принят в другую семью. Ну и так этот человек как Сара решает поступить с Авраамом, предложив ему его служанку, тем более у таких вождей, как Авраам, было огромное количество наложниц, и многоженство было принято, в общем ситуация обыкновенная для того времени, только необыкновенно то, что Бог обещает детей от Сары, а здесь человек решает совершенно по-своему и рождается Измаил. И это еще одна такая интересная ситуация, что человек поступает это понятно по-своему, но ребенок совершенно не виноват, что он приходит на этот свет, потому что как только появляется Измаил, соответственно начинаются опять проблемы. Человек не думал, что из самых лучших побуждений пытался поступить, а получается проблема, потому что это не совсем Божий путь. Но ребенок Божий путь, он ни в чем не виноват. И поэтому интересный момент, когда Авраам изгоняет, вот смотрите тоже, как человек Авраам для нас открывается, и Сара как человек открывается, которая настаивает на том, чтобы Авраам изгнал служанку Агарь из их племени, и она уходит с маленьким младенцем, то есть Авраам, несмотря на то, что это его сын, дает слабину, женщина настаивает на своем, мы видим, что люди ну они вот такие, они могут быть совершенно праведными и совершенно неправильно поступать, как любой из нас. И Бог благословляет Измаила, и он говорит Агарь, что от этого человека произойдет огромное количество людей, несмотря на то, что человек поступает собственными какими-то методами, решается Бог, вытаскивая человека из этой ситуации. Бог пытается сделанное может быть не совсем добро, сделать настоящим добром. Другое дело, что последствия таких решений часто бывают непростые для тех, кто эти решения принимает, потому что скажем, мусульмане они считают предком Измаила, а скажем, у Израиля огромное количество проблем с теми самими мусульманами до сих пор существуют. Это может быть просто совпадением, но часто библейское повествование говорит о том, что каким-то образом неожиданно появляются дети. У Ноя как раз был момент, я в прошлый раз не сказал, когда дочери с ним не у Ноя простите, у Лота, да, у Ноя совсем хам и офет, да, сейчас мы дойдем до этого момента, у Лота будет такой момент, да, когда дочери с ним переспят и появятся два племени, два племени замечательных, в которых проблемы с Израилем будут всю их жизнь, когда они существуют. Ну, люди в этом племени, они остаются людьми, тоже Богу важными, но вот человек принимает решение, а Бог эти решения потом разгребает. И, как бы, начинается дальнейшая история. Во-первых, после даже вот того, что происходит, там, да, после Измаила, после вот этого самого поступка, Бог продолжает разговариваться в Раму и предлагает совершить обрезание. Обрезание такой обряд, который существовал во всех восточных народах, то есть, это нечистый израильский обряд, потому что это всегда было какое-то не только гиеническое действие, но и ритуальное действие, что такое обрезание для Рама, когда обращается к нему Бог, это то, что все люди, произошедшие от него, будут принадлежать Богу. Вот, потому что мужское семя, вот, это всегда потомство, и все люди, вот Авраам на это соглашается. И первым обрезывается он и Измаил. Все-таки Сара как-то свое сердце поменяла, Агарь вернулась с Измаилом, и начинается история разговоры Бога и Авраама, Бог опять открывается Аврааму, говорит это благословение, Авраам спрашивает Бога, ну куда уже, там Сара уже совсем старенькая, и женская у нее совершенно прекратилась, вот, а Бог говорит, что нет, тот народ, о котором я тебе говорил, произойдет не от Измаила, хотя от Измаила тоже произойдет великий народ, а от Сары и тебя. И вот встречается еще одна замечательная история, которую я вам хочу рассказать, ой, время бежит, вот это история вот этих трех путников, вот мы видим здесь трех путников, вот там три ангела на иконе Андрея Рублева, вот это история, когда Аврааму, который находится в своем племени, приходят три путника, и он понимает, что это ангелы, каким-то внутренним своим чутьем, и они ему говорят о том, что у тебя будет потомство, в это не сильно он верит, и не сильно верит его собственно жена, она смеется, и через год, когда это потомство появляется в виде сына Исаака, Исаак переводится как смех, вот интересный тоже такой момент, но оказывается, что эти три ангела идут непросто, проходят непросто по этому пути, они идут в Содом и Гоморру, потому что вопль, вот тот вопль нечестия, присутствующий в этих городах, достиг Бога, и вот очень важный момент разговора Авраама и Бога, Авраам помнит, что у него в этом самом Содоме еще есть племянник, поэтому, конечно, он беспокоится, но мы видим еще и Авраама, который беспокоится и о тех жителях, которые находятся в этих городах, и Авраам спрашивает, ну как, Владыка, как ты можешь поступить с этими людьми, если там будет хотя бы 50 праведников, и Бог ему отвечает, что если будет 50, то, соответственно, он эти города не погубит, потом Авраам переходит на число 45, и Бог ему говорит, что не погублю праведников с неправедниками, вот, потом Авраам спрашивает о том, что если будет там 40, вот Авраам продолжал говорить с ним и сказал, может быть, найдется там 40, вот, это троица, которую он воспринимает как единство, я не знаю, почему, как он это чувствовал, но факт остается фактом, и они ему отвечают, что не сделают того и ради 40, Авраам уже начинает как бы волноваться и спрашивает, да не прогневаешься ты, владыка, что я буду дальше говорить, может быть, найдется там 30, ему ответ, будет 30, ради 30, не погублю этих городов, дальше продолжает Авраам, а может найдется там 20, ему ответ, и 20, если будет, и тогда не погублю этих городов, и последний раз Авраам интересную фразу говорит, что да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, то есть никто не запрещал ему говорить и дальше, но сам он решает, что я однажды спрошу тебя, а если будет там 10, праведников, и Бог ему отвечает, что и ради 10 не погублю этих городов, а что такое 10 для иудейского народа, 10 это такая цифра называется миньян, что значит 10, 10 это количество людей, мужчин старше 13 лет, наличие вот этих 10 говорит о том, что можно совершать уже общественные богослужения, что можно открывать синагоги, потому что вот для древнего человека единица это ноль, это еще пока ничто, а вот 10 это уже единица, и получается если бы в этих городах на самом деле хоть один праведник был, то участь была совершенно иная, но вот почему-то эти праведники там не оказываются кроме лота, ну и лота можно назвать с натяжкой, но все-таки праведником, и вот лот как раз спасается, эти и спасается он опять же еще и потому, что у него есть такой дядя, Авраам, вот было такое правило, о котором говорит апостол Павел, и правило с тех пор существует, что часто спрашивают, а как же быть, если один человек в семье неверующий, скажем, муж и жена, и апостол Павел говорит, что неверующий муж спасается верующей женой, а жена неверующая спасается верующим мужем, каким образом, а вот каким-то, так и здесь, есть Авраам, и ради него эти ангелы спасают того самого лота, и эта история, она как бы продолжается, и вот интересно, когда приходят эти ангелы к тому самому лоту, следующее, вот, это вот Содом и Гоморра, которые там уже, там лот, и его жена спасаются, уже произошла эта катастрофа, но остановимся на том моменте, когда ангелы входят в город, лот сидит у входа в город, это обычная традиция многих-многих древних людей, когда они встречали путников, находясь у входа этого города, города были небольшие, путники приходят, и лот их приглашает к себе домой, что там произошло, почему жители этих городов сразу, этого города сразу обратили внимание на этих путников, нам неизвестно, но может быть произошел какой-то конфликт, и путники понимают, что если они войдут в дом лота, лоту будет плохо, и они предлагают этому самому лоту остаться, что они останутся снаружи, вот, а лот начинает их упрашивать, вот они предлагают то, что спасет лота, изначально, не будет никакой конфликтной ситуации, они сами разберутся с этой конфликтной ситуацией, человек как бы ради самых лучших убеждений, а все-таки на востоке закон гостеприимства, это такой твердый закон, так его все уважают, уважали во всяком случае, он настаивает на своем, пытаясь причинить добро этим путникам, и он их все-таки затаскивает к себе домой, вот, они не противятся, потому что противиться практически невозможно, и случается вот эта ситуация, когда вечером является там чуть ли не весь город, требуя предъявить вот этих путников им, чтобы они познали их, и вот действительно здесь есть вот этот глагол познать, который говорит о том, что они хотят овладеть этими путниками, вот, и сделать им недоброе, и лот на это отвечает, что вот у меня есть две девицы, две дочери, возьмите их, только их не трогайте, вот этих путников, здесь видно, что эти жители нарушают самый главный закон Востока, это гостеприимство первым делом, а дальше уже идут остальные последствия, да, они не только хотят этот закон гостеприимства нарушить, но и сказать, кто здесь главный, и когда этот конфликт происходит, уже вступают вот в силу вот эти путники, совершается какое-то действие, какой-то процесс, что все слепнут, и соответственно, тем самым спасается и лот, и его дочери, и путники предлагают спасти всех тех, кто знает этого лота, ему самому, скажи всем своим родным, там, зитьям, что сейчас будет здесь катастрофа, потому что нечестивые ваши поступки достигли уже небес, и вот здесь я вам уже говорил, что многим было удобно жить в такой системе, его родственники его не услышали, они ему не поверили, они вот так сжились с тем, что там мало что нечестивые там живут, и нечестивые вещи происходят, и воруют, и коррупция, и неправда, и еще что-то, и вот противоестественный грех, но не верят ему, зачем, нам и тут так удобно, куда нам что-то менять, это вот об этом, нам все понятно, мы знаем, с кем договориться, кому дать, и кого куда продвинуть, ты нас зовешь туда, непонятно куда, и говоришь о том, что может никогда не случиться, о чем ты говоришь, какой катастрофа, мы здесь жили раньше, будем жить дальше, и все это для нас никогда не закончится, и лот сам также пытается поступить, вот, тут есть интересные моменты, потому что, тут сказано о нем, он медлил, то мужи, те по милости к нему Господней, взяли за руку его, и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города, даже лот там хотел остаться, и силой пришлось его выводить из этих мест, потому что милость Господня, потому что есть Авраам, потому что Богу не все равно, что случится с лотом, и можно сколько угодно гадать, почему эта катастрофа произошла, следующий, но случается вот этот целяной столб, мы помним, что когда они двигались, во-первых, путники сразу предлагают лоту спасаться в горы, такой момент тоже интересный, что в горах непонятно, что будет, как ты там устроишься, а лот, он видит небольшой город, и все-таки не доверяет Богу, этим путникам говорит, пусти меня в этот город, ему в городе понятно, там есть защита стен, там есть что-то прогнозируемое, а там непонятно что, правда, там есть Бог, который может защитить, но он не доверяет этому Богу, и жена его так стремится обратно, вот это оборачивание жены, это не то, что она обернулась, и как там с медузой горгоной произошло, там с спутниками, которые на нее смотрели, все становились камнем, нет, сердце ее хотелось вернуться туда, где все понятно, ясно, может быть плохо, может быть все друг друга обманывают, но там-то можно контролировать все, и ситуацию, и все, а здесь-то непонятно что, в результате она вот таким образом гибнет, он бежит вначале в небольшой город Сигор, ну и оттуда убегает, и находится в пещерах, вот где случается вот эта ситуация, когда катастрофа происходит, следующим, сейчас там, кстати, раскопки, вот на месте предполагаемого расположения Содома и Гаморы, вот видите, там домики всякие происходят, очень популярное место, все же историю знают, что там произошло, особенно в современном, таком толерантном мире, там место пользуется популярностью, но не важно, давайте вернемся к нашему повествованию, дочери решают, что все остались одни, они с папкой, больше никого не существует, соответственно, напоили ее вином, с ним переспали, уж как это выглядело, я не знаю, технически и так далее, но во всяком случае появляются два народа, с которыми соответственно у Израиля были огромные проблемы, об этом я уже говорил, вот, никто не заставлял их это делать, вот, первый народ называется от человека, родившегося от одной дочери Моав, а второй, соответственно, человека звали Бен-Ами, он будет предком и основателем народа Аманитян, вот, на всей протяжении израильского народа, грубо говоря, с этими племенами в Израиле были проблемы, ну и, конечно, здесь видно, что рассказ писался в те времена, это очень тоже важный фактор, мы видим здесь момент написания вообще этого рассказа, этот рассказ писался тогда, когда проблемы с этими народами были, вот, вы знаете, интересный момент, вы посмотрите, будете где-нибудь в музее, и посмотрите на иконы где-то 1611-1612 года, и посмотрите, как изображаются на этих иконах товарищи, которые нам не товарищи, вышедшие из ада, вы увидите, что они один в один похожи на поляков, один в один, и посмотрите на другие какие-то иконы, когда происходили смуты, тяжелые войны, с кем-то, на кого похожи противники рода человеческого. Так и здесь мы это видим, что этот рассказ писался в то время, когда уже известно, что от этих людей произошло два народа, Моав и Аммонитяне, и с этими народами, вот, поэтому, вот таким образом они произошли, противоестественным образом, проблему у самого Израиля. Это не отменяет того, что этого не могло быть, это говорит о том, что вот тут видно сразу, что исторический какой-то момент пытается библейский писатель объяснить тем, кто это читает. Для него важны эти смыслы, что важны смыслы, вот смотри, лот поступает не по божеским каким-то законам, и с ним такие проблемы, что его приходится вытаскивать, тащить и так далее. Авраам все-таки пытается как-то по-человечески поступить, и проблем гораздо меньше. И вот рождается Исаак. Я ускорюсь, потому что у нас еще есть момент рождения Исаака. Вот. понятно, что это совершенно чудесным образом происходит от того, что уже Исаара в летах, и соответственно Авраам уже немолотым где-то около 90 лет. И опять случается история изгнания уже Агарии и Измаила подросших. Вот, потому что опять Исаара говорит о том, что, проблемы у меня с ними, ну и ревность наверное такая женская возникает. И опять Бог благословляет Иогария и Измаила и говорит пророчество соответственно о том, что от Измаила произойдет тоже великий народ. И можно дальше? Вот этот момент следующий. Вот Авраам изгоняет, мы видим опять, что отец поступает как бы с Измаилом странным образом и следующий. И вот этот момент, когда Агарий молится в пустыне и благословение дается Агарий и следующий. Но случается то, что Авраам не ждал. Вот. Он пытается гнать своего первого сына Измаила, да. А тут еще почему-то Бог к нему обращается со странной просьбой. Это вообще многих задевает и все эту историю знают о том, что вдруг Бог обращается к Аврааму с просьбой принести Исаака, того благословенного человека, о котором этот же Бог говорил, в жертву. И тут много разных версий, да, версий много разных. Одна из версий, она, конечно же, такая святоотеческая, что Авраам и здесь не усомнился в то, что ему говорит Господь, и это как бы проверялось его верой, то, что Авраам утвердился в своей собственной вере. Она, конечно, хороша, я ее не буду оспаривать, но мне она немножко не близка, честно вам скажу, потому что есть еще одна версия о том, что Авраам мог ошибиться. Голоса разные в то время народ слышал, и тем более Авраам мог ошибиться с тем, кто с ним говорил. Мог. жертвоприношение в то время это было не новшество, то есть часто детей приносили в жертву даже в основание дома. Но я уже фильм Даки вам говорил, кто не смотрел, но можно посмотреть, но он такой старенький, может кому-то не понравится, что для многих это была и честь. И в тех местах, где жил Авраам, часто бывало, что первенцам жертву приносили. И правда для Авраама это странная ситуация, что он уже в летах ждал, 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 когда появится кто-то, ему был обещан огромный народ, у него огромные проблемы с Агарию и с Измаилом, и тут вот вроде как благословенного обещали, он появляется, и тут же предлагают ему в жертву принести. Мне, конечно, ближе эта версия, когда как раз Исаака спасает, в конце концов, когда они пришли. И это же не один, понимаете, они идут туда, Авраам сомневается, там есть такой момент, там небольшое расстояние, а идут они его долго. Авраам все время размышляет, думает, почему так? Видно то, что, вот вы почитаете, там явно видно, что он идет долго, он кружит, он не сразу туда приходит, в конце концов, он как вот на заклание сам идет, потому что, ну как, я тебе поверил, доверился, вот ты мне дал сына, и в конце концов, его жертву принести. Мало того, многие считают, что сам Исаак, он в Библии не так подробно прописан, вот, от того, что он видел над собой кинжал отца, и для него это была огромная травма для самого. Но это тоже одна из версий, не важно. важно то, что не происходит того, что собирается сделать Авраам. Важно то, что Исаак, многие усматривают в этом прообраз жертвы Христа, и это может быть правдой, я не наставив ни на чем, я вам обозначил ту версию, которая мне близка, за нее меня можно критиковать, это будет нормально, но она мне близка. Вот, и здесь Бог вмешивается, и Исаака не приносит жертву. Вот, и соответственно, Авраам достигает почтенного возраста, вначале умирает Сара, следующий слайд, пожалуйста. Вот, и Исааку находится невеста, он посылает свою слугу, в земле одного из родственников, где находится Исааку, невеста Ревека. И уже и сам Авраам умирает, но здесь есть тоже интересный момент, когда умирает Сара, вот Аврааму обещано огромное количество земли, при своей жизни он землю никакую не получает. Единственное, что у него остается после его смерти, у его потомка, это земля, на которой он хоронит свою собственную землю. Он покупает небольшое поле, где хоронит Сару. Из сыновей у него остаются несколько сыновей, он еще раз женится, появляются еще сыновья от одной из женщин, но их не как песок морской. Человеку обещано, а при своей жизни здесь земной, он вот такого количества обещанного совершенно не получил. А в будущем это оказалось правдой, но он этого не видел здесь. И это тоже важно понять, что часто мы не знаем, как развернется история, которую мы начали в этом мире. мы можем что-то доброе начать и здесь может быть не приобрести вот этих плодов обещанных нам, но историю, которую мы начнем, может быть историей спасения всего человечества. Об этом тоже стоит задуматься. Не бывает мелких каких-то дел, а бывают те дела, которые мы можем начать. Мы в силах это сделать. И это такой пример на примере того самого Авраама. И вот Исаак и Ревека живут, и мы еще немножко успеем поговорить о соответственно истории Исаава и Иакова. И рождаются у них два сына Исаав и Иаков. Причем Исаав появляется как первенец, а первенец для того времени это был наследник, вот тот, кто рождался первым наследовал все. И соответственно тот, кто рождался вторым, ему что благоволит дать ему наследник, то он и получит. И тут возникает многим известная история, когда сам уже Исаак стареет. Один из этих наследников Исаава был Зверолов, то есть охотник, Каяков, он был более простой мальчик, причем при этом Ревекка любила больше второго. Он был совершенно такой не охотник, больше любил заниматься чем-то в шатрах, об этом говорит Библия, а другой был охотник, зверолов, воин, весь косматый, и где-то все время пропадал. Исаак любил больше старшего сына. Но вот здесь чем важна эта история для всех нас, что важно понять, что здесь библейский писатель, рассказывая об этой истории, он хотел сказать, что не всегда в этом мире действует твое самое предобретеление, как печать. Вот ты родился, а тебе есть замысел, вот у тебя есть предобретеление. Важно иногда, что делает и человек. Причем опять же здесь делать начинает человек не совсем праведно. Почему в этот момент вот с историей, которой мы сейчас прикоснемся, Ревеки, Исаака, Иакова и Исауа был выбран именно Иаков. Возможно, Бог видел, что вот тому Исауу не слишком много что надо, потому что помните историю с чечевичной похлебкой. Когда Иаков варит вот эту самую похлебку, приходит его брат уставший от охоты и соответственно Иаков ему вот так как бы может даже в шутку предлагает а продай мне за эту похлебку твое первородство. Продай. И Исаф с легкостью отдает. Но это тоже важный момент. Вот ты так относишься к тому, что тебе дано. так с легкостью можешь от этого отказаться. А для Бога в каком-то таком промыслительном деле это самое бывает страшное, когда человек от своего пути отказывается. Вот он призван к этому, а человек говорит, да ладно, нафиг мне это надо, зачем? И это видит, видно Бог, что это есть в Исаии, что так легко он может отказаться. Не понести ответственность, а ведь от этого зависит не только его жизнь, но и жизнь тех, кто будет рядом, и жизнь целых поколений. В конце концов, спасение человечества будет зависеть от этого. И тут опять появляется на историческом фоне женщина, мама этих двух сыновей, которые устраивают вот этот вот подлог, да, когда уже слепому Исааку приводят не Исаава, чтобы он благословил его, а Иакова, обматывают руки его шерстью, чтобы это было почти идентично тому, что есть на руках у его брата. Исаак благословляет Иакова, и здесь явно видно, как было важно вот это данное слово для того времени. Он не может отменить благословение. Он дал уже слово. И это, конечно же, обман. И здесь начинается последствия вот этого обмана, что нужно понимать, что Иакову приходится от своего брата бежать, потому что брат может отомстить. И мало того, когда он бежит к родственнику, ему будет следующий. Вот как раз тут показано то, что дается Ревекой. Следующий. ему будет вот этот образ богородичный показан как лестница, где он будет ночевать. Это часто читается такая премия из Ветхого Завета на нашем богослужении. Такой знак, что он не оставлен Богом, когда ему приходится в результате действий его, матери, его, вот этот подлог открывается, когда его гонят, Бог его не оставляет, он бежит к своему родственнику Лавану и начинает у этого Лавана работать. А там две дочери Лия и Рахиль, я уже скоряюсь, времени у него мало, и Лаван предлагает, Рахиль нравится Иакову, соответственно, Лаван предлагает свою дочь ему жены, но с условием, что он будет за дочь работать семь лет. И он работает семь лет, а в результате того, когда должна совершиться свадьба, совершается подлог. Вот последствия даже самого праведного греха в этом мире происходят. Когда-то подлог совершила мама Иакова и сам Иаков, также совершился подлог и самим Иаковом в истории его двух жен. Потому что Лаван отдал ему жены Лию, она была менее красивая, и Иакову пришлось еще семь лет работать за другую свою жену, всего четырнадцать лет, для того, чтобы в конце концов жениться на ней. То есть последствия греха сохраняются, несмотря на то, что самыми праведными желаниями человек вступает на этот путь, несмотря на то, что какие-то у него есть таланты, чтобы этот путь выдержать, все-таки этот обман он имеет последствия. В конце концов они бегут, опять случается от Лавана, потому что есть проблемы, и совершенно чудом Иаков с этим Лаваном мирится. И тут очень важный момент, которого я коснусь, о том, что в конце концов случается момент, когда он идет к своему брату Исауу, возвращается в то место, он боится, он не знает, как его на том месте, откуда он бежал, встретит брат, хотя уже прошло огромное количество времени, и, соответственно, он окреп, у него огромное тоже количество людей, но он боится. и вот перед самой встречей он даже засылает туда к своему брату перед своим приходом людей с дарами для того, чтобы умилостивить брата, сам боится первое идти, и случается ночь, в которой происходит борение, известный момент такой борения Иакова с ангелом. Вот, и вот когда ночь заканчивается, он выходит оттуда со всем иным человеком, и навстречу к брату идет первым. У каждого человека такие моменты в жизни случаются, да, вот Гефсиманский сад для Христа, когда он молится Богу, сам Бог молит своему Отцу, а потом в конце да будет воля твоя, говорит, и выходит оттуда немного, но иным. Этот момент случается у многих людей, когда ты молишься, а что будет, и вот это борение, да, и он выходит из этой ночи совсем иным человеком, который сам идет навстречу брату. И случается чудо, брат тоже изменился, они встречаются, вот, это вы можете почитать, вместе живут, и у Иакова появляется огромное количество сыновей, вкратце я вам расскажу вот эту последнюю историю об Иосифе прекрасном, потому что она тоже такая замечательная поучительная история для каждого из нас, когда уже Яков в преклонном возрасте полюбил своего младшего сына Иосифа, а Иосиф младший сын тоже хорош начал, братьев было там двенадцать, начал издеваться над своими братьями, вот, и братья решают от него избавиться, там прямо прописан этот момент, когда Иосиф доносил от своему отцу о том, что братья делали какие-то нехорошие вещи, вот, он рассказывает им сон о том, что он будет в конце концов тем, перед кем они преклонятся, то есть он и сам как бы виноват, и здесь есть уже последствия его действий, братья в гневе пытаются вначале его убить, разодрали ту цветную одежду, которую им подарил отец, в конце концов продали его каравану, который шел в Египет, там у Иосифа случается проблема в том, что он попадает в тюрьму, долгое время находится в тюрьме, с ним обманом поступают, и в конце концов он становится вельможей у фараона, и если вы помните, братья приходят к нему в голодные времена, он опять же с ними проигрывает там целую сцену, когда вначале он просит, чтобы ему привезли самого меньшего брата, но об этом я не буду рассказывать, но о чем эта история? Это история о том, что даже самые вот такие худшие ситуации в жизни человека Бог может обратить в добро. Думал ли Иосиф, что вот с ним после того, как над ним братья издевались, произойдут вот эти события, что в конце концов он спасет этих братьев собственным отцом. Все начинается совершенно не так. Все начинается с того, что эти братья пытаются его убить и избавиться от него. Но пройдя через перипетии собственной жизни, он является тем, кто спасает братьев от голода, и в конце концов его отец его братья переселяются в Египет. Так что самое худшее наше деяние Бог может обратить в самые лучшие добродетели, если мы будем к нему идти. Вот на этом я хотел закончить, чтобы вас не перезагрузить. Вы можете об этом все прочитать. То, что я не рассказал, уж простите. Если есть какие-то вопросы, вы можете сейчас задать. вот дальше вы должны прочитать у нас историю Моисея. Вот я надеюсь вы это сделаете. Женщина, да я уж есть вопросы. Вот я буду туда переводить как услышать голос Бога и не ошибиться. Это сложный вопрос, да. Вот но я думаю, что если будет голос Бога к вам, там ничего плохого не будет. Я даже вам историю одну расскажу замечательно. Ко мне подошла одна замечательная сестричка. Вот не буду называть с таким же вопросом. У нее проблема домашняя, потому что там проблема муж довольно-таки долго употребляет алкогольные напитки. И она такую интересную вещь рассказала, что она как-то молилась. Вот она так очень умеет это делать. Ей был вот что же мне делать. И голос ответил ничего, будь с ним рядом. Вот и интересные последствия того, что она это поняла. Она до этого пыталась что-то сделать, наставить его на правду, на истину, как-то рассказать ему, как надо жить и все остальное. И этот голос для нее был каким-то откровением. просто быть с ним рядом. И вот говорит, когда я начал просто поступать, я к нему подошел и говорю, если хочешь со мной о чем-то поговорить, то просто поговори. Ну и в таком виде с ним обращаться. И вот она с изумлением рассказывает о том, что как только она решила быть просто с ним рядом, он вдруг перестал пить. пошел к психотерапевту, чтобы справиться с этим. Вот этот был голос от Бога, что может быть не надо ничего было вот так, может быть причина была как раз в том, что этого бедного, ну я не буду уж там Бог разбирается, выводы какие-то делать, но вот факт есть. Поэтому понятно, что ситуации сложные, надо просто дать время на размышление, но все, что не от Бога, это все будет явно не от Бога, будет плохое какое-то, да. Иногда лучше какое-то даже дело не начинать, там, оставить в покое, кому-то не причинять добро, оставить его в покое. Тут надо всегда с рассуждением. Лучше, конечно, с кем-то тоже посоветоваться. Тут много вариантов. А то Бог скажет, ты так наделаешь, потом не разгребешься. Это часто бывает, так? Бог это сказал, или твое сердце тебе сказало. Всегда есть такое правило, это как нищему подавать. Иногда есть правило, что пусть твоя милостыня в руке твоей запотеет. Бросаться на амбразуру во всяком случае иногда нужно, но иногда совершенно не надо этого делать. Есть еще вопросы? А в зуме есть вопросы? В зуме есть вопросы? Давайте. говорим, двенадцать колен израильских именно это сыновья Иакова. Иосиф здесь как бы он стоит особняком. Эта история дана для того, чтобы мы поняли, как Бог действует в этом мире. А вот эти двенадцать колен это не от Иосифа. Вот здесь надо понять, что это от Иакова. Он каждый будет даст свое племя в Израиле. Но мы поговорим об этом уже в следующий раз. да-да-да-да, там все правильно. Еще вопросы? Ну, если нет вопросов, давайте помолимся. Да, читайте, пожалуйста, всю историю Моисея. У нас в общем в принципе тут скоро ой, да, скоро у нас все закончится. Ну, Ветхий Завет. Надо читать исход. Вот. Исход обязательно читать. Читать исход. Хотя бы исход прочитайте. Вот. Я, наверное, напишу, что еще. Ну, и дальше продолжайте читать. Читать, потому что там много, ну, хотя бы исход почитайте, если есть такая возможность. Вот. Вдумчиво. Время лекции писала, я не совсем понимаю, что. Разве этот отказ не про доверие брату, что брату нельзя от такой достойчиво от этого? Отказ от чего? От брата не такой, наверное, Исава Иаков подлости такой, да, подлости такой, от брата, конечно, ожидать-то не приходится. Вот. Другое дело, что братские отношения, а не братские отношения, почитайте историю Руси. Когда в общем, брат брата приглашал на встречу для перемирия, потом глаза ему выкалывал. Причем некоторые братья святыми стали, а относились к другим вот таким образом. поэтому тут все сложно. Да. Да. Это святые отцы, да. А у вас не другая версия. Вы любите много раз не будет слава. Ну, вы знаете, вот я думаю, что вам лучше, ну, я вот об это уже рассказывал, что он мог услышать не голос Бога, а кого-то другого. Да, и поэтому решить, что это, ну, во-первых, уже человек в летах, во-вторых, там очень важный тоже момент, что, вот интересно сказано, редко говорит Библия, то, что Авраам умер насыщенный жизнью. То есть, это такой момент, когда он дальше уже даже жить не мог. Жизнь его так преобладала событиями, что он совершил все, что можно здесь совершить. И, в принципе, количество таких событий, оно могло повлиять на выбор. То есть, их было много. Он отвечал за все. И, может быть, вот в череде, ну, видите, он решил, что вместе с Сарой, что, может быть, лучше понять Бога вот таким образом и родил Измаила. А может, в этот момент, потому что голоса же они бывают, понимаете, а тот мир, он наполнен был этими голосами. Вот я вам о языческих богах мало рассказал, а ведь на самом деле, на самом деле, они тоже открывались людям. То есть, и голоса были какие-то. Другое дело, что откуда эти голоса и к чему приводили этих людей. Но мир духов, он существует. И часть духов, они совершенно не дружелюбны к человеку. Но общаться с нами могут. Ну, таким образом. И он мог ошибиться. Так, давайте молиться тогда. Да, да, давайте вопрос еще один. синтезис. А, когда пошло то, да, 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 тут вообще, знаете, сложно. Это называется в библейском понимании слово теофани. Вот, как вам сказать, ну, может ли Бог недоступный, Бог невидимый явиться таким образом? Наверное, нет. Но, скорее, вот как Григорий Паламан говорил о том, что мы можем видеть проявление в этом мире Бога Отца как энергия. Может быть, ангелы. Это не всегда, грубо говоря, явился сразу, пришел Бог Отец. Это как бы образ. Через этих людей, путников, он может говорить. Вот, понимаете? И как бы вот таким образом. То есть, как недоступный Бог мог спуститься к Аврааму и разговаривать только таким образом, через этих людей. Вот. А вот Бога Сына мы уже видели, но ему пришлось умоляться, чтобы сюда прийти. То есть, тут процесс сложный. Как это на самом деле выглядело, и почему Авраам понял, что это Бог, ну, каким-то внутренним вот таким зрением, там, он понял, что это именно путники от Бога, и что это к нему Бог через них обращается. Понимаете? Тут так бы было просто, все можно было бы объяснить. А вот есть тайна Троицы, она и тайна Троицы. А как? Ну, вот так. Вот. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, живи на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якажи, и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Благослови, Господи, каждого брата, каждую сестру на путь домой. Всех тех, кто сегодня собрался здесь и в Зуме, всех нас, всех наших близких, наших родных, да и нам увидеть действие Твое в нашем мире, и то, что Ты никогда нас не оставляешь, никогда, даже в самых худших наших ситуациях, даже когда мы так ошибаемся, Ты всегда рядом с нами, чтобы нас поддержать, чтобы сказать, что мы дети Твои, что Ты нас любишь, чтобы это нас воздвигло на добрые дела, чтобы мы вспомнили о том, что мы любимы, что мы не оставлены и не одиноки в этом мире, который диктует свои собственные правила, и даже если мы в Тебя сейчас не верим, сомневаемся, может быть, кто-то рядом с нами находится, кто верит в нас, для того, чтобы мы встали на ноги и мы говорили о Тебе другим, с кем мы встретимся, для того, чтобы и у Тех была надежда на то, что они не оставлены, на то, что они здесь не одиноки. Аминь. Ангелы, Хранители, всем в пути. Аминь. Аминь. Аминь.